Гонит Кирюшка, сейчас узнаем, домой её забирать. Да, солнышко. Алло. Да, котёнок. Мам, можешь меня, пожалуйста, забрать срочно? Всё, бегу. Давай. Что-то случилось. Очень срочно нужно забрать Киру, так что побежали, узнаем, что у неё там произошло в школе. Это Кирюха вечно с какими-то сюрпризами. Забрала я Кирюшку со школы, и произошла такая история. На самом деле есть такая собака, Катя, вы её уже много раз видели у нас во влогах. Она очень добрая, милая и игривая. И вот, в общем, учительница с мальчиками, решили они эту собаку прогнать с территории школы. Они не собираются её прогнать. И как говорит Кирюшка, в общем, они её били, ей было плохо, они её выгоняли, и учительница это поощряла. Она смеяла. Представляете, то есть насколько неадекватные есть люди. То есть дети бьют животное, а она смеётся и поощряет это всё. Я не понимаю вообще, в какой стране мы живём, что за мир. Так мы сейчас вот идём домой с Кирочкой мимо всех мусорников, где может быть Катюша, чтобы найти её и накормить. Но пока мы её не видим. Только она может быть на аллее, только на аллее. Можешь ли подсерить? Ну, я Кирюшке предлагаю. Давай, доченька, сейчас тогда мы переоденемся и пойдём на аллею. Потому что ты совсем легко одета. Договорились? Ну, давай дождёмся тогда Лизу, и потом ты вместе с Лизой пойдёшь. Хорошо. Я тебя вызывала, чтобы ты не вызывала, я бы стоить на уроке с Лизой. Всё, мы идём домой. Кирочка хочет быстро сделать уроки и пойдёт с Лизой искать Катюшу, чтобы её накормить и посмотреть, всё ли с ней нормально. Но всё равно, я реально не понимаю учителей, которые поощряют, смеются над тем, как бьют животное. Школа, ты вообще нормально? Кирюшка решила себя успокоить сладким скитлс и чупа-чупсом. Да, дайте мне тоже. Хочу один скитлс или скитлсёнок. Спасибо, розовенький. Так что ты там, уже успокоилась, нет? Вот, ну я вот честно сказать, я, Кирюшка, очень переживаю, что ты так сильно, так же, как и я, по-безумному, любишь животных. Это ужасно. Хорошо. На самом деле, это ужасно хорошо. И в то же время ужасно плохо. Почему? Потому что вот так вот сильно переживаем. Каждый раз, когда видим какое-то беспомощное существо, мы не можем отвернуться от него. Проблема в том, что я не знаю, где она. Вариант, который мне был очень близок, там я нету. Тогда она на аллее возле пиццерии. Я думаю, что зайка, она дальше побежала где-то бегать. Или домой, она же где-то живёт. Нигде не живёт. У меня один вариант. Чего на улице под деревом, или найти себе какой-то гараж. Или забежать туда. Или идти к бомжам, которые пьют постоянно, которые её бьют, и могут порезать и жарить, как две её сестры старших. Герда, я не знаю, где она. Лизу её вылечила. И её отдали в детдом. В этот, как его... Там где собака отвозит. В приют. В приют, да. Вот. Туда отвезли Герду. Лиза очень расстроилась, и я тоже. Я помню этот момент. Помнишь, мама? Вот. И она одна осталась в семье. Вот. Вот именно... Там... Это одна собака из четырёх собак, которые я вижу почти каждый день. Это у нас есть такая стая собачек. Они очень добрые. Они настолько добрые. Они очень любят детей безумно. Постоянно на площадке они с детьми играют. Причём играют так, как не играют вообще никакие собаки. Они суперклассные. Даже домашние собаки иногда так не играют с детьми, как эти дворняжки. Очень жалко, конечно, их. Герда была собачкой. Её очень сильно избили, лечили её и в приют отдали. И вот осталась Катюша, которая тоже бегает. Она чипирована, но не может найти себе никак хозяина. И её все обижают. К сожалению, у нас мир такой жестокий. Ладно, мы с Кирюшкой будем обедать. Она будет делать уроки. И пойдёт с Лизой где-то искать Катю. В общем, на прогулку. Да, Доти? А как сегодня в школе? Я только у тебя и не узнала. А как сегодня у тебя в школе день прошёл? По контрольной я получила девяточку. Девяточку? А по какой контрольной? По англичку. Ты моя умничка. Вот это вот больше всего мне нравится. Оценку, там разделена оценка. Какая-то штука начутили. Оценка 9 и подписка. Ну там ещё 10 плюс 7. Или там умножить, поделить, не понимаю. Будет 9. И оценка за всю работу у меня 9. Молодец. Я довольна, Доти. Я довольна, что такая оценка у тебя по-английскому. Почему? Потому что ты же знаешь, как я отношусь к тому, что нужно знать английский язык. Правда? Умничка. Тебя обожаю, люблю, целую. И пошли обедать или пить чаёчек. Что ты хочешь? Чаёчек. Обедать не хочешь? А ты обедала на продлёнке? Нет. Тогда, значит, надо покушать. Да. Я кушала сосиску. Ну ладно, тогда чай. Секундочку, Лиза. Математику. Вот пусть Лиза зайдёт, сделаешь математику и выйдешь. Смотри, ты заходи, просто мне надо сделать математику. Вот так вот надо. Кирюшка осталась дома. Сделай сейчас математику и потом выйдет на прогулочку. Потопает, потопает, потопает. Потопает, потопает. Смотри, первое действие какое? В дужках. Второе действие Дилане. Да, Дилане. Ну, правильно, всё. Вот такой вот вырос, вот, всё верно. 20. 20 плюс. Нет, 20 поделить на 5. Нет, всё-таки не получается так. Чего? Всё правильно. Потому что 20 плюс перед дужками. Да. То есть, получается, то, что его надо 20 плюс. Нет, мы сначала переписываем просто. 20 плюс переписываем. Да, 20 плюс переписываем. А тут 20 плюс первое действие? Нет. А это именно по... В общем, им ещё нужно, знаете, что делать? Им ещё нужно писать вырос. Именно вот один пример на все действия. И вот иногда у нас с Кирюшкой загвоздка в этих примерах. Вроде всё сделали, а теперь как? Вот значит, Кирочка, делаем так. 20 поделить... Я иногда не пишу. Нет, ну никак не получится, потому что... Я никогда не пишу. Я иногда не пишу. У тебя, смотри, Зайка... Мне в бизнес иногда говорит не писать. Смотри, у тебя второе действие 20 поделить на 5, поэтому... Первое действие. Первое действие. А второе действие 20 плюс 4. Поэтому в любом случае 20 ставим впереди, потому что у нас 20 уже известное число. Потом мы находим неизвестное, и плюс мы находим неизвестное. И получаем уже наше число, которое мы должны получить. Так что я думаю, что пиши так. В любом случае ошибки у тебя не должно быть. Здесь правильно. Успеть неправильно. Ты уверена? Да. Но не получится, если мы... Потому что сейчас я тебе напишу. А если мы сделаем... 20 плюс. Подожди, смотри. Можно я скажу 20 плюс? Вот это уже написано. То есть первое действие уже написано. Осталось только два действия написать. Второе и третье. То есть 20 плюс. 20 плюс 4. Но я не уверена в этом. И будет 24. И вот поделить на 4 будет 6. Я думаю, что так. Потому что смотри, если мы, зайка, поставим сейчас первым действием 20 поделить на 5, да? То у нас получится 4. И мы поставим плюс 20. А тут 20 плюс 4. Вот я не знаю, примет ли учительница ваш такой ответ. Поэтому, в принципе, можно и так, и так. Но вроде бы как... Вроде правильно, но... Вроде правильно так. Ну, напиши хотя бы соу-соу хорошо. Главное, что он есть. Поэтому, если его не будет, или он сделан чуть-чуть не так, то это всего лишь минус 1 балл. А они вообще не написали. Правильно? Угу. И уж какой-то фокус математический пытается решить. А что там должны мы узнать в конце? 2009, последняя буква 9. Да? Цифра, да. Да. 2009. А что должно получиться? А 13 нужно... Ну, как бы... Открываю книжку, и последняя строка. Книжки, страницы, которые у меня получатся, описывают мою жизнь. И посмотрим, что у девочек получатся. Ничего себе. После чего напишите, сколько в нем букв. Прибавьте вашу возраст, и узнаете, сколько будет. После чего умножьте на последнюю цифру вашего года рождения. Получается 85. Открываем любую книжку на странице 85. Последнее слово описывает вас. Интересно, что же получится у тебя? Так, а надо посчитать. 13 умножить на 9. А давай сейчас попробую я тоже себе такое сделать. 13 умножить на 9. Я сейчас тоже себе такое сделаю. А ну, дай мне листочек. Стой! 117. Извините меня, пожалуйста. Как это? В любой книжке есть такая страница. Вот давай, например, возьмем книжку. Знаешь, какую? Я сейчас возьму. О, вот. Давай, вот маленький принц. Первую попавшуюся. И 119 страница. Что же она сейчас? 117. А что она сейчас опишет о тебе? 107. И 117 тут нет. Тут нету. 117, давай тогда. Стой, дай. А можно я? Давай, конечно, выбирай. Это тут должно быть. Какую? Матильда или эльфы? Можем эльфы взять. Я эльфы хотела. Как раз. Так, что у тебя получилось? Только... 117. 12-ая страница. 102. 117. Последнее слово. Мона. 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 Имя. Давай заново. Например, вот это. Ну, почему заново? А ну, давай я попробую себя. Кирюш. Существую. Продиктуй, пожалуйста, мне, что нужно делать. Это. Так, сейчас я попробую сделать опыт на себе. Напиши свое имя. Имя? Так, полное, ну, наверное, полное. Мария. Написала. Напиши, сколько там букв в этом слове. Пять. Имя. Прибавь к... Прибавь последнюю... Прибавь свой возраст. Сколько будет? 43. Дальше. Потом прибавь последнюю... Умножить. Да. На последнюю... Цифру года рождения? Цифру года рождения. И будет ноль. И будет ноль у меня. Я знаю. И у меня, получается, ничего. Стой. Представляете, мое... На нулевой странице. Мое имя ничего не обозначает. А в книжке нету нулевой страницы. Есть. Сейчас. Смотри, я даже чихнула, что правда. Вообще ноль. У меня полный ноль. Вот это восьмая. А вот это не подписано. Значит, здесь. Рассел... Раздался. Раздался. Раздался шум и гром, и мама начала буянить, так как Кира совершенно не хочет продолжать делать уроки. И сейчас я буду вся в гневе. И моя ноль превратится в страшный-страшный ужас. Вставай делать украинский язык. Быстренько, Кирюш. Потому что сейчас твоя Лиза передумает, и потом я тебе уже передумаю и никуда не пущу. Так что давай. Подъем. Да, конечно. Подъем. Давай. Давай, давай, давай. Давай, 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 подъем. Кирюш, нет, я серьезно. Давай, быстренько вставай. Молодчинка моя. Теперь на тебе стульчик. И украинский берем. Кира, кстати, читает мне про энергию. Все, я не мешаю никому работать. Вы тоже читаете в таком виде, как Кирюшка. Ребята, мой день закончился. А как ваш день проходит после школы? Мой вот так. Вы уже увидели. Я очень хочу спать. Устала. Сделала уроки. О, боже. Уже поздно. Так что, если вам понравился этот день со мной, ставьте лайк. Не забывайте подписываться на канал Мальфисента. Всем пока. До новых встреч. Пока. Пока.